Привет, ребят! Меня зовут Ваня, и сегодня я хочу нарисовать всё из квадратиков, ромбиков и прямоугольничков. Рисуй со мной, сегодня я рисую танк, мальчишки будут довольны. Но очень простой танк, что мальчик, которому 2, 3, 4, 5 лет, справится. Но если тебе 6 лет, рисуй со мной, когда ты нарисуешь, ты будешь радоваться. Смотри, танк я рисую так. Сначала я рисую большую основу для моего танка. Она прямоугольная. Я рисую длинный, продолговатый такой прямоугольник. После этого я делаю квадрат. Здесь ещё один такой прямоугольник, такой квадратный прямоугольник, более такой квадратный. Рисуем. Отлично. Это башня нашего танка. И сразу рисуем дуло пушки прямоугольное. Отлично. Всё прямоугольное, если ты заметил. Теперь колёса. Они круглые в жизни. Я думаю, как же мне сделать так, чтобы танк был похож на танк, но всё-таки колёса были не квадратные. Я думаю, что я с этим, конечно, не справлюсь. Но я хочу сделать такую хитрость. Я нарисую колёса в виде ромбиков. Так как мы изучаем сегодня квадраты, ромбы и всё такое прямоугольное. Я рисую такие ромбики. А в них посередине рисую точечки. А теперь рисую сразу же, рисую такие кусеницы. Кусеницы вот так у моего танка идут. Отлично. А здесь можно ромбик нарисовать. Это люк открытый. И вот мой танк готов. Теперь можно нарисовать ему дорогу, по которой он едет в землю. И вот такой танк готов. Я его раскрашиваю. Он будет очень простой. Я думаю, мы его сможем легко-легко раскрасить. И будет здоровский. Выбирай цвет сам. Танк, который ты хочешь рисовать, но я его буду рисовать зелёный. Я рисую и раскрашиваю масляной пастелью. Очень я стараюсь. Вот так, вот так, вот так. Он зелёный, но не совсем зелёный, потому что я после этого добавлю немножко тёмно-зелёного и немножко оранжевого. И он у меня будет такой под хаки, как настоящий, как военный танк. Отлично. Покрасили светло-зелёным. Теперь я возьму тёмно-зелёный. И покрашу такие пятна. Они будут очень неровные. Чем кривее пятна я рисую, тем лучше. Потому что для военной покраски, чем пятна не похожи на ровные фигуры геометрические, тем лучше. Теперь я возьму оранжевый. И прям по-зелёному буду красить оранжевым. Такие пятна оранжевые дела. И у нас получается такой пятнистый, настоящий военный танк. Это было здорово. Ну и он действительно очень простой. Что я хочу сказать. Я ещё хочу нарисовать зелёный или какого-то цвета землю. Я возьму серый. Мне кажется, серый здесь подходит. Он едет по серой земле, к примеру. Отлично. Я закрашу его серым. Я хочу сказать родителям. Ребят, если вам, вашему ребёнку задали какую-то аппликацию из квадратиков, то вы можете легко справиться с помощью моего рисунка сегодняшнего. Вы можете вырезать, вырезать, вырезать просто прямоугольник, квадратик, длинный прямоугольник, немножко ромбиков. А остальное всё дорисовать так, как вы хотите. Просто карандашом или маркером. И у вас получится аппликация. Если вам задали аппликацию. Ребят, рисуйте, радуйтесь. Я каждый день буду рисовать такие, продолжать фигурки. Прям для самых маленьких, когда изучаешь и какой-то процесс, и какой-то объект, ты рисуешь, разделяешь на фигурки и рисуешь с помощью фигурок. Прямоугольников, треугольников и кружочков. Следующий рисунок будет мишка. И он будет для девочек. Сегодня для мальчиков, а завтра для девочек. До новых встреч. Пока-пока. Продолжение следует.